Я Елена Левицкая-Пахомова Я Елена Левицкая-Пахомова Я Елена Левицкая-Пахомова По поводу троф Мы все знаем Об этом начали говорить еще в августе У нас проблемы с газовым Неизвестно, что там будет Будет газ, не будет Будут ли у нас деньги на то, чтобы оплатить газ Правительство Достаточно громко говорило И активно нам предлагало Портал Лемни.мд Кто не был Обязательно люди заходят Кому нужны дрова Кто отапливает таким образом Но появилось сразу же много вопросов Вот эти мелочевки То, что работало, не работало Когда заработало Для журналистов это интересные Скандальные какие-то детали В остальном Скажите, пожалуйста Вот того объема, который заявили То есть 660 тысяч семей Отапливают Якобы отапливают в Молдове Дома дровами Правда заявок уже там что-то около миллиона Просто какие-то неимоверные Каждым пообещали по 5 Сначала по 3 кубометра Теперь по 5 кубометров А есть ли у нас 5 миллионов кубометров дров в Молдове? Ну, конечно, эти кубометры, они есть Но если их вырубить То мы останемся практически без леса Речь идет о том, что Нам не только нельзя вообще рубить практически Ну, там в обычном лесу Можно, конечно, рубить старые деревья Но и они имеют свою экологическую функцию Поэтому при нашей очень малой облесенности Официально это 11% Это совсем не лучший, а, можно сказать, худший вариант Решения проблемы Понятно, что проблема появилась достаточно недавно В силу геополитических проблем, которые сложились Однако мне кажется, что все-таки Ну, вся Европа знает, что у нас меньше всего лесов Из всех стран И посему, на мой взгляд, это должен был бы приоритет Для того, чтобы все-таки искать альтернативные виды топлива Это в первую очередь уголь Для тех, у кого нет, будем говорить, газового отопления Это тот же газ И, вероятно, электричество Которое, опять же, можно получить разными способами Включая солярку, мазут и так далее Поэтому мне кажется, что нужно побыстрее искать все-таки альтернативные пути И мы выступаем за то, чтобы леса сохранить Почему? Потому что леса сами по себе как бы это богатство Но они богатство в первую очередь потому, что они формируют гидрологический режим Да, у нас есть две реки, в которых пока есть вода Несторый пруд, да Несторый пруд, да Но большая часть территории все-таки для ирригации недоступна из этих рек И потому нужно заботиться о том, чтобы была местная вода А местная вода, будем говорить, это малые реки А малые реки живут, пока есть лес Когда его не будет, они умирают Этот процесс уже происходит И мы знаем, что есть множество речек небольших Которые уже речками не являются А являются так называемыми вади То есть это реки, которые становятся реками только тогда, когда выпадают обильные дожди В остальное время они сухие И, к сожалению, ввиду изменения климата Этот процесс будет только усугубляться И мы должны думать о том, чтобы откуда мы можем получить и поверхностные воды И грунтовые воды Потому что и те, и другие взаимосвязаны И, естественно, если есть леса, то Тот дождь, который выпадает в лесах, он в малой мере только стекает А в остальном он остается в той почве лесной Которая способна, как губка, наполняться водой Потом эта вода, естественно, проникает в глубинные горизонты Там она формирует артезианские воды, грунтовые воды Которые грунтовые воды потом, в принципе, стекают в виде ручейков Из варашей Формируют малые речки И постепенно стекают в средние речки Типа там Реута или Бычка Ну и потом попадают в Днестр или в пруд Вот, поэтому и на них построено множество прудов Законных, незаконных И все они, в принципе, являются источниками воды Для сельского хозяйства Поэтому вот только поддержанием вот этой ситуации А ее можно поддержать только за счет хороших лесов Причем здесь надо указать, что не каждый лес хорош То есть, если это посадка Если это монопосадка, то есть, посадка из одного вида дерева Да, она играет определенную роль Но гораздо хуже, чем это делает полноценный лес Сформированный из местных пород деревьев Потому что, например, акацию, сколько ни сади Она формировать этот подземные горизонты воды не будет А что вот формирует? Какие вообще леса? Ну, дуб, граб, бук То есть, чего у нас достаточно немного Да, у нас пока много Но хочу сказать, что качество лесов стабильно ухудшается В силу того, что как раз и идут эти вырубки Только дерево станет достаточно привлекательным, его рубят А в то же время, вот тогда только оно начинает играть свою экосистемную функцию То есть, оказывать нам экосистемные услуги Это как раз эти вещи Сколько лет вот дерево примерно? Ну, разные виды деревьев, разный возраст Но хорошо, когда после 30 Вот, а то и сто Короче говоря, чем больше возраст дерева Оно, пока оно не засохло Оно тем лучше оказывает вот эти экосистемные услуги Ну, ты, кстати, хотел бы еще уточнить по поводу Да, вот мы с вами говорили цифры эти миллионы, миллионы, да, кубометров А на самом деле я зашла на Молдсилва И посмотрела, что ежегодно лесной сектор Обеспечивает национальную экономику Приблизительно около 400 тысяч или 500 тысяч Кубических метров древесины А мы говорим о миллионах, о шести Да, причем здесь надо брать во внимание Что здесь указана, будем говорить, только официальная древесина Которая вырубается Но оценки программы ФЛЕГ Говорят, там принимали участие Это чья программа, что это? Это международная программа Которая, в принципе, направлена на повышение устойчивости лесного хозяйства И, как бы, чтобы оно как раз оказывало те экосистемные функции О которых мы уже говорили Так вот, для Молдовы где-то на уровне По-моему, отчет был где-то в 2012 году примерно Вот, показано, что официальные рубки равны неофициальным Ага, то есть, положено в этом миллионе, но это все равно нет Ну, в принципе, так получается Мы очень часто можем видеть стоящие грузовики с деревом По крайней мере, до сих пор так было Никто их не трогал Вот, и так оно продолжалось довольно долго Сегодня эти вещи более скрытно делаются Например, там, в микробусиках закрытых Провозят эту древесину из леса и так далее Но факт, что этот сектор по-прежнему нелегальный существует А инспекторов экологических у нас раз-два и обчелся Поэтому они часто публикуют на сайте Вот, фотографии, задержали, посчитали Штрафы маленькие, будем говорить откровенно Они должны быть многократно увеличены, чтобы это стало невыгодным Вот, ну, короче говоря, все примерно как оно было, так оно и есть Люди, которые работают в лесном хозяйстве, они в значительной мере привыкли, будем говорить, так жить В прошлом году мы подняли компанию Ведь у нас многие годы Исходя из того, что, как и рыбные, будем говорить, есть таможни и так далее Которые в нашем понимании массовом являются такие воровские должности Вот, вот лесное хозяйство тоже, в принципе, относится к этим областям Поэтому правительство много лет назад решило, что вообще не надо никаких бюджетных денег выделять заповедникам С лестничества же тоже там что-то переводили, это какой-то чуть ли не ход расчет Да, примерно так И вообще по нынешней классификации, которая пока что не изменилась Все заповедники, они являются, ну, будем говорить, интерпринди Да, предприятиями, да? Да, публичи, да То есть, они, в принципе, как бы, получается, что они должны сами выживать Естественно, они выживают за счет продажи древесины там и чего-то другого немножко Но всем это нравится, в том числе и тем, кто работает в этих заповедниках Потому что, когда мы эту бочу подняли в прошлом году, я не видел ни одного месседжа какого-то от имени заповедников, которые бы хотели перейти на бюджет А что вас тогда смутило? Вас смутило тогда, что государство не выделяет средств? Да, поскольку государство долгие годы не выделяет никаких средств научным заповедникам, то есть, там, где есть штат Вот, то они выживали, и как бы это было обоснованно, раз нет денег, а зарплату платить надо и так далее И поддерживать, как бы, заповедный режим, охранять, что там есть Поэтому мы рубим Ну, естественно, в заповедниках есть зоны, то есть, есть зона абсолютной защиты Есть буферная зона, экономическая зона, где можно, в принципе, что-то рубить Но факт тот, что понятно, что раз наиболее привлекательный, наиболее старый, будем говорить, спелая древесина Вот, то, естественно, меняется и структура Ну, и как знающие люди говорят, что раньше в этих заповедниках можно было Кабан не мог пробежать, а теперь там поезд может проехать То есть, внешне оно все осталось, как оно есть Но на самом деле плотность деревьев очень сильно уменьшилась А раз плотность уменьшилась, значит, ухудшились и вот те экосистемные услуги, о которых мы как раз и говорим На самом деле, все эти экосистемные услуги можно посчитать Вот, и сказать, как бы, сколько мы теряем, когда мы ухудшаем качество леса Только этим надо заниматься нормально Вот, и тогда будет понятно, что мы теряем А государственные мужи и дамы услышали ли вас в прошлом году, когда вы перезагрузили? Ну, в определенной мере, да Какие-то суммы выделили Я, правда, не знаю, изменились ли эти суммы после ректификации бюджета Весьма возможно Вот, но до некоторых охраняемых территориях, я знаю, по крайней мере, где-то на июнь Эти деньги точно не дошли Вот Почему я не знаю, но факт тот, что такие моменты имеют место Вот, то есть, здесь какие-то свои игры есть тоже А вот эти охраняемые территории, да, заповедные, вообще, как там состоит? Там есть ученые тоже, потому что должны же по логике Должны Должны, но если Ну, видите, с наукой у нас сейчас довольно становится тяжело, потому что Последние годы она финансировалась больше за счет грантов То есть, государственные были гранты, кто выиграл, тот молодец При этом, когда я поднял этот вопрос с финансированием охраняемых территорий То, вы знаете, это был, наверное, 20-й год То я получил от Минфина письмо, что они должны претендовать на эти гранты точно так же, как все остальные Раз они научные заповедники, но у нас еще такой фокус есть, как по закону об охраняемых территориях Они называются научными, а по лесному фонду они называются природными А де-факто они вообще, получается, энтерприндеры, то есть, предприятия Вот, то есть, эта путаница, она возникла не случайно, она возникла специально Когда, еще во времена коммунистов, эта отрасль была очень, будем говорить, популярной у высшего руководства Поскольку там можно было охотиться, естественно, шеф всей этой отрасли, Анатол Попушой Организовывал эти царские охоты Вот, и в силу этого они были как-то вне контроля, будем говорить, государственного И в силу этого создавались вот эти вот противоречия между законами Борьба с законом, в результате там происходит то, что хочешь Сегодня ты, поймали тебя как браконьеры, ты вытаскиваешь законы, говоришь, что это не научный заповедник И так далее Короче говоря, такая вот ситуация в отрасли довольно долго существовала Сейчас там пытаются навести порядок Но, с другой стороны, появился закон об охоте Который был создан еще, будем говорить, в 18-м году Вот, у нынешнего министерства окружающей среды чесались руки его изменить в лучшую сторону Но, видимо, вот эти все тенденции, которые сегодня наблюдаются Я бы назвал их в целом антиэкологические Они, конечно же, помешают этому процессу И те начинания, которые были у министерства окружающей среды Они потребуют какой-то поддержки извне, чтобы все-таки быть реализованными А что там за конфликт? Я знаю, что с охотниками они там как-то вот прям сильно недовольны всеми изменениями Ну, дело в том, что, во-первых, будем говорить, каждый год принимаются вот эти нормы отстрела Там оказались виды, которые по европейскому законодательству должны охраняться Вот, и, конечно же, на самом деле число этих видов, которые подлежат охоте, нужно сильно ограничить Вот, вот такая тенденция сейчас наблюдалась уже Вот, но, в принципе, у нас, в силу того, что у нас охотников больше, чем дичи Конечно, эту проблему трудно решить Потому что они, это первый момент Второй момент, то, что, в принципе, существует монополия в законодательстве Что одна неправительственная организация оказалась лучше других И в силу этого обладает, как бы, функциями, в том числе и государство Вот, и, в принципе, это противоречит, будем говорить, законодательству Что ни одна некоммерческая организация неправительственная не может иметь преимущества перед другими Вот, это, в принципе, подход Европейского Союза и так далее Но, тем не менее, у нас в силу того, что некоторые ровнее такое происходит Вот По поводу, да, вот этого вырубания лесов Ведь мы еще говорим, вот как раз охотники могут подключиться И дичь, которая их интересует, тоже может исчезнуть Ну, в принципе, когда мы говорим, что вот есть редкие виды Есть красная книга, мы их должны охранять Вы знаете, в школах, по-моему, даже не рассказывают, что есть красная книга Есть красная книга, есть издание такое красивое Всего оно стоит порядка 600 лев В магазинах можно купить На нашем сайте можно скачать ее бесплатно Это ekotiros.org Но не в этом дело Дело в том, что для того, чтобы вид жил Ему нужны условия Такие, которые подходят этому виду Сколько мы не будем писать, что их надо охранять Толку от этого никакого не будет Пока мы не создадим те условия Или не сохраним те условия, которые нужны для этого вида Вот как бы это азбука Поэтому любые действия хозяйственного характера Должны быть подвержены оценке воздействия на окружающую среду В которой эти вещи и должны быть предусмотрены Другое дело, когда проект реализуется Зачастую эти вещи не соблюдаются Но у нас так мало естественных территорий Что в принципе, говорить о том, что мы можем как-то что-то сохранить серьезное Не приходится Особенно большой вред был период, когда активно брали в аренду лес Это тот же период, о котором я уже говорил И в этом случае, естественно, тогда человек строил на фундаменте дом Естественно, он воспринимал это как место отдыха Там звучала музыка и так далее Раздавались крики, естественно, гуляющей компании И, значит, в радиусе минимум 500 метров Там уже ничего живого не могло быть А у нас есть виды, например, черный аист Который не терпит никакого шума Ну куда ему деваться? Опять же, сейчас идет заготовка леса Вот, предположим, недавно буквально В этом году, в марте, 31 марта Был принят закон о создании национального парка Нижний Днестр Там на самом деле не так много тех территорий Которые действительно более-менее дикие И самая большая территория находится в границах административных села Толмазы И вот там как раз и бывают эти черные аисты Они там иногда гнездятся Ну а сейчас, получается, на них спустили квоту от этой рубки Такую, что там, дай бог, чтобы селу не хватит Этого леса И, де-факто, как раз большая часть тех лесов В которых предполагается рубка Они относятся к зоне А Но регламент еще не принят А что такое зона А? Зона А – это самое, куда, кроме ученых, никого не пускают Да, и там никакую деятельность проводить вообще нельзя, кроме исследований А там она большая Порядка тысячи гектар А остальные части зоны А – это кусочки где-то ниже по течению То есть, фактически, это золотая кладовая природа Но, естественно, там сегодня происходят заготовки Вот, понимаете? То есть, по логике, это село должно быть заготовлено где-то в другом месте Да, то есть, министерство окружающей среды Во-первых, этот парк должен был быть создан 20 лет назад Тогда бы очень много тех публичных земель Которые были, ну, они были, как бы, к примарии относились Не были бы приватизированы Тогда опять та же власть ввела вот этот вот Та же власть ввела вот Не допустила принятия закона О создании этого парка Все было готово Закон из правительства поступил в парламент Но парламенту было дано указание ничего не принимать Он и не принял Он даже не рассмотрел в первом чтении эти законы Которые пришли из правительства Потом правительство их отозвало А Мировой банк забрал все деньги Которые выделил уже обратно Вот Поэтому тогда этот парк еще лучше был бы создан Но поезд ушел Вот сейчас многие эти территории Где должны были пройти коридоры биологические То есть должны были Все эти вот природные территории Должны были быть соединены коридорами Тоже зелеными Чтобы могли Животка спокойно Птицы Да Ёжик мог пройти к ежике Даже дайте все это Рассказ про те активные ходы Для ежиков Да-да-да Вот Сейчас к сожалению В значительной мере это утрачено Но согласно закону Очень быстро Министерство должно принять регламент этого парка Пока этого регламента нет Там идут усиленные рубки Ну для удовлетворения тех потребностей местных жителей Которые заявились А заявились очень многие Вот Это я как пример говорю Ну это очень яркий пример И так происходит по всей Молдове К сожалению Вот Само по себе внедрение с рубками в леса Оно беспокоит животных И это тоже не здорово Ну я не говорю уже об охотниках Вы знаете Мы говорим с вами о заповедниках Для меня это какой-то такой Знаете Период Так скажем Вот какого-то Советского застоя Когда вот мы знали Что вот Есть заповедник Есть красная книга А сейчас В период Когда Выживаем в этом году Вообще Это Мы не знаем Ну по крайней мере Все страха нагоняют Жутко-жутко Мне кажется Зима будет намного проще Вот Эта паника Она на самом деле Очень вредна Потому что Люди просто Не видя выхода Они выходят И рубят Причем они боятся Что сосед Срубит раньше Чем они Поэтому у них там Социалистическое соревнование Происходит И вот этот миллион Это понятно Если было заявлено Что 660 тысяч Семей Отапливают дома Дровами И вдруг у нас Миллион заявок Ну простите Это понятно Что будут перепродавать Очень многие То есть у нас Конечно Вместо 3 кубометров 5 кубометров Хотя мы видим Что раньше было Закуплено Гораздо меньше На мой взгляд Это очень нездоровая Ситуация Я понимаю Что правительство В очень сложной ситуации Вот Но на мой взгляд Все таки Принимая Вот сейчас Как раз Должны принять Программу Молдова 2030 Это ООНовское Такое движение За устойчивое развитие В мире Вот И получается Что там записано Что мы должны Облесить еще По крайней мере В проекте Было 50 тысяч 50 50 тысяч гектаров Майя Санду Говорила О 100 тысячах гектаров Что это Что это за цифры В лучший год Советской власти Имеется ввиду Когда этим очень активно Занимались 11 тысяч гектаров Сделали За год Вот А сейчас У нас получается Что мы должны Поработать Так же интенсивно Как и тогда А вот эти 50-100 тысяч Это за какой период Мы должны За 10 лет За 10 лет Ну это да Да Вот То есть Это по 5 тысяч 10 тысяч в год Надо сажать Вот И в нынешних условиях Это вообще Малореально Потому что Приживаемость Гораздо ниже Чем тогда Осень Потому что Осень не осень Весна не весна Воды мало Воды в почве Очень мало Да Вот пока что Вот я хочу Немножко успокоить Телезрителей В плане Будет ли вода Да Хочу сказать Что Я на будущее скажу Что вот Буквально Вот эти два дня Наконец-то Начала повышаться Вода В том Днестровском Уровень воды В том Днестровском Водохранилище Которое находится В Украине Вот На 20 сантиметров Удалось повысить его Потому что Несколько месяцев Где-то Пять месяцев Постоянно На 2-3 А то и 6 сантиметров Каждый день Вода там Понижалась И она практически Дошла до критического Уровня И сейчас Вот Сейчас там Выпали Кое-какие дожди Надеюсь Их будет больше С тем Чтобы как-то Набраться Все-таки Но тут важно И то Чтобы почва Тоже набрала Воду У меня по поводу Посадок Потому что мы обязательно В второй части программы Будем говорить Прямо о Днестре Многое И точно Не нужно По поводу вот этих посадок Насколько они вообще Эффективны Потому что я когда смотрю На вот этих вот Мальчиков-девочек Прибежавших Партийных Там повтыкавших И даже не позатаповавших Нормально В данном случае Это зависит Будем говорить От насыщенности Почвы водой И пошел ли после этого Дождик или не пошел Как мы понимаем Что в прошлом году Эти усилия были В основном зряшные По большей части Зачастую Они были и раньше Зряшные Вот На мой взгляд Все-таки Мы не должны Какой процент Приживается Из Ну наверное 10 процентов Вот в прошлом году 10-20 максимум Вот А причем Это Будем говорить Они бы жили Там где жили Но Вот Поэтому На мой взгляд Это в первую очередь Должна быть Забота государства Вот То есть Нужно очень усилить Молдсильву Наверное Там предполагались Какие-то реформы Вот Но Независимо от того Дереву все равно Какое законодательство Кто им управляет Так же Как и природе В целом Поэтому важно Делать правильные шаги Вот А правильные шаги Заключаются в том Чтобы Когда садят После этого Минимум 3 года За этой территорией За этими Насаждениями Наблюдали И помогали им То есть Привозили воду Поливали И так далее Я просто Я вам скажу На даче Приживаемость Просто колоссальная Да Потому что поливаешь А здесь следишь А здесь так мало Именно потому что По поводу качества посадок Потому что Вот вы говорили О том что Для того чтобы лес Был действительно качественным Должно быть разнообразие Да Видовое А когда сажают Сажают Тут мы сажаем Оп Вот этот гектар У нас там Что есть Я потому и говорю О государственном подходе То есть Есть институт Исследователь ИКАС Который находится Как раз Недалеко здесь Он сохранился Он сохранился Да Он не подпал Под вот эти вот Наши Мне кажется нет Вот И там хороший директор Грамотный Вот Я бы на вашем месте Его тоже бы пригласил С удовольствием Вот беру на заметку Обязательно Запишите потом данные Вот А Но Нужны средства Я думаю Что на эти цели Легче всего Найти средства За рубежом Но так Чтобы это Во первых И кадры готовились Нормальные Для этих целей Потому что у нас По многим областям Вообще Кадры не готовят В стране И мы теряем А люди уходят На пенсию И в принципе Нет замены Вот Это по многим областям Вот Некому например В лабораториях Работать Для того Чтобы в принципе Контролировать Качество окружающей среды И много других областей Притом самое интересное Что тоже власть сменится Как угодно Политически Экономически А это нужно будет Всегда А это абсолютно нужно Заботиться о том Чтобы были Хорошие специалисты Вот И Здесь нужно Планирование То есть нужно Изучить Почву Вот Изучить Ситуацию С Будем говорить Водонаполнением Почвы И Исходя из этого Подбирать породы Соответственно Должны быть Питомники Вот Чтобы все это было Это за один год Не сделаешь Это Долгий процесс Но это Первостепенное Внимание Этому надо Обратить Потому что Любые Начинания Любые Крики Про изменение Климата И борьбу С засухой И так далее Они в конечном счете Заканчиваются Одним Откуда взять Воду Воду Можно взять Только из леса Вот Поэтому лес Должен быть Главным Главной Целью Более того У нас Слишком много Сельскохозяйственных Территорий И у нас Нет людей Которые будут Работать Руками На этих Территориях Поэтому Естественен В сельском Хозяйстве Переход На те Культуры Которые Можно обрабатывать Будем говорить Ну Механически Ну да В основном Это Кукуруза Это Пшеница Это Подсолнечник Вот И Из-за этого В принципе Мы очень много Теряем Потому что Земли Заняты Этими Культурами Земли Очень быстро Теряют Воду И Эти Культуры Очень подвержены Засухам Как повезет Каждый год Сажают наши Сельхозники Будем говорить И вот Вместо этого Опять же Нужно Политическое Решение По Увеличению Лесных Площадей И уменьшению Площадей Вот этих Вот Которые Под Сельским Хозяйством Особенно Под теми Будем говорить Культурами Которые Очень быстро Теряют Воду Вы же понимаете Что никто Не пойдет На это Потому что Тут у нас Предвыборные Всегда Лишь Я не знаю Сколько раз Я говорил Десятки раз О том Что у нас Еще я наблюдал Во втором парламенте Когда были Сильные Аграрии Вот Земля должна Работать Не важно Есть куда Деть этот Продукт Полученный Или нет Куда Или он Будет За бесценок Продан Но Земля Должна Работать Вот Мне кажется От этого Надо Отходить Принципа А Работать А Таким образом Поступать Чтобы все-таки Лес Тоже Уважали А это У нас Сегодня Чтобы перевести Сельхозкульт Ну там У нас Куча народу Уехала Есть Свои земли В основном Дали в аренду Но Есть и те Которые Не дали в аренду И вот Здесь Можно было Посадить Лес И вот Для этого Нужны Какие-то Стимулы Со стороны Государства Вместо Этого Если Бонитет Сороки Выше То есть Плодородие Почвы Там Нельзя Садить Лес Для этого Нужно Разрешение Правительства По переводу Этой земли Это Очень Бюрократично И На самом деле Работает Против Страны Вот Я предлагаю Нам С вами Прерваться На рекламу А после этого Обязательно Поговорим О Днестре О реке Что у нас Будет с водой С лесом Мы уже поняли Кстати Не будет леса Не будет воды Реклама пройдет Очень быстро Ждем Это механизм действия Вместе с Леей Трамбецким Мы говорим Об экологической ситуации Которая вдруг оказалась У нас еще и экономически Очень важной Для нашей страны Днестр В этом году На самом деле Правда Вот все эти Энергетические Кризисы И ресурсные Я бы даже Сказать ресурсные Кризисы Это наверное Номер один Вообще Но Кстати Вот что меня Удивляет То Вас вообще Вы приглашали Как-то Правительство В этом году В парламент В администрацию Президента Посоветоваться Нет Я правда В основном Давал Свои оценки По фейсбопе Да у вас очень часто Их перепечатывали Поэтому наверное До них как-то доходило Да Знаете Доходило Не значит что доходило Ну и в принципе Была встреча У премьер-министра Премьер-министра Организовал Общественное слушание По поводу Стратегии Молдова 2030 И я там говорил Об этих вещах По поводу Днестра Тут недавно Ну это тоже знаете Опять же та же вилка Да Значит у нас Вот сейчас Друбим дрова Но нам нужна вода Здесь то же самое было Значит Экономим воду Пользуйтесь Посудомоечными машинами Простите У нас как бы Электричество Вы тоже нам сказали Экономить Что делать С Днестром Что у нас происходит Вообще Вы являетесь Противником Строительства Вот с украинской стороны Этих ГРЭС ГЭС Ну вы знаете Тут неоднозначный вопрос Потому что Вот этот Гидроэнергокомплекс Который мы обычно говорим Он уже де-факто построен Он только достраивается То есть мы можем что угодно говорить Но ничего не изменится В принципе так Да Если мы говорим О шести ГЭС Которые планировались Быть построенными Русловые Выше по течению То да Я горячий противник Вот Их На сегодняшний день Насколько я понял Они вроде как Заморожены Не до них На самом деле Эффект от них Небольшой Экономический Скорее они предполагались Быть построенными Для того чтобы отмыть деньги Во времена Когда на строительстве Там очень многое отмывали Да Сейчас с этим делом Вроде бы притихли Хотя Из программы Развития Гидроэнергетики До там 26 года Эти шесть ГЭС Не исключили Украинская программа Да Вот То есть Юридического решения нет Есть такое Как бы Голословное обещание Что этого не будет Вот Пока что Пока не оценят Все последствия Позитивные Негативные И так далее Ну наверное Это так сказать Реверанс такой Вот А что касается Трех Гидроагрегатов Которые будут построены Сами по себе Они Не несут Большого вреда Ну они Действительно Убивают весь планктон И как Говорят некоторые Из живой воды Вода превращается В мертвую Ну жалко конечно Планктон Дафни, циклопов И так далее Но По большому счету Для Днестра Нижележащего Более важен Режим работы ГЭС-2 То есть Которая находится В Наславче Вот И Она может пропускать Воду Когда хочет И в силу этого Обычно Все-таки Это ГЭС-2 Причем Она является Другим предприятием По сравнению ГЭС-1 В 99-ом В 2000-ом В 2001-ом Они Естественно Владельцы Заинтересованы В том Чтобы они Работали Тогда Когда электроэнергия Нужна И не работали Когда Она не нужна А наоборот Как бы Экономили воду Так вот И с тем Что предполагается Поднять На 7-8 метров Уровень Буферного Водохранилища Естественно Там будет Получаться Больше энергии Хотя В принципе Количество энергии Этой ГЭС-2 Оно Несравнимо Оно Гораздо Меньше Чем ГЭС-1 И ГЭС Но Все равно Почему бы Эту копейку Тоже не Срубить Вот Силу этого Вот В этом году Были приняты Правила Эксплуатации Первые После Еще Советских Первые Были приняты В 87-м Году Утверждены А это Какой сторон Получается Это Какой сторон Кем были Они утверждены Они были Утверждены Насколько я Понимаю Гидроэнергетическим Ведомством Советского Союза Да Новые Когда были Утверждены А новые Были утверждены Министерством Окружающей Среды И природных Ресурсов Украины Вот Приказом Министра Вот сейчас В мае Они Их обсуждали Очень долго Ну Минимум 12 лет А с нами Вообще Советовались? Да Уже хорошо Она секретна Как бы Эта комиссия Внутри Две стороны Договорились Чтобы Все это было Шито-крыто Вот Но Тем не менее Как бы Известно Что там Есть Статья Та шестая Которая И предусматривала Как раз Экологические Требования И вот Там Основные Копья Ломались Вот Потому что Все-таки Экологи Там присутствовали На государственном Уровне Вот Тем не менее Значит По всей видимости Украинская сторона Решила Что этого Договора Может не быть А потому Надо действовать Самостоятельно Один из вариантов Был Что эти правила Станут приложением Того Соглашения Я уже запуталась На этих документах Короче говоря На сегодняшний день У нас нет Этого Соглашения По функционированию Но есть Правила Которые отдельно Обсуждались Особенно Интенсивно Это обсуждение Шло Их много Вот эти правила Молдавскую сторону Устроили? Нет Не устроили Почему? Потому что Были Ряд Замечаний На каждой Из которых Украина Ответила Таким образом Как бы Что они Не учитываются Сидите и молчите Типа такого А какие конкретные Были претензии Например? Ну вот Возьмем Тот же ГЭС-2 Было предложение Чтобы Внутри Внутри Суток Была равномерно Подача воды В нижнее течение Да Значит Что это? Вот зачем? Вот нужно Одинаковое количество Для того Чтобы не колебался Уровень воды В Днестре И не умирали Соответственно Те живые организмы Которые там живут И чтобы хватало Кишнева Может быть тоже Там с водой Как? Мы Потребление воды Тоже зависит От этого уровня Или нет? Это не так принципиально Потому что Через сотню километров Это дело Выравнивается Но там есть еще Негативные воздействия Главное из них Это Низкая температура воды Круглый год Одна и та же Примерно 6 градусов По Цельсию Поступает В Нижнеднестре Да Этот вопрос Тоже может быть Отрегулирован Путем перестройки ГЭС-1 Никто не говорит о том Что это надо сделать Сегодня А сколько нужно Градусов? Вода должна быть Естественной температуры Если она Имеет 3 градуса Зимой Или 2 градуса То вот пусть Она такая Течет ниже По течению Если она имеет 24 градуса Летом Пусть она такая Течет А у них стабильная 6 Потому что Это как бы Такой технологический Потому что Так построена ГЭС-1 На перспективу Эти вещи Надо было бы Предусмотреть Перестройки Вторая ситуация Почему? Потому что Они все время Сбрасывают Нижний слой воды Который имеет Такую температуру Там стратификация Второй момент Прозрачность воды По этой же причине Вода внизу Очень прозрачная Ее давно Никто не баламутил Там нет света Не развивается Планктон И так далее Вот В силу этого Практически Дистиллированную воду В силу этого В Днестре В огромном количестве Стала развиваться Высшая водная растительность И водоросли Значит Под которые Естественно Осенью Зимой Отмирают И все это Поступает к нам В Дубоссарское водохранилище И оно Усиленно Заиливается Вот это Главные процессы Которые Можно как-то Скорректировать Либо сегодня Либо в перспективе А почему украинцы не хотят это делать Потому что это Технологическое Нужно вложение Дополнительное Будем говорить Это гембель Определенный То есть это Надо вкладывать деньги Но охота Получать электроэнергию Не охота Заботиться Днестре А у нас есть Какие-то рычаги Для того Чтобы им сказать На международном уровне Все международные договоры Говорят о том Что страны Должны договариваться И вести себя честно Будем говорить То есть справедливо Друг по отношению К другу Некоторые страны Вот например Аргентина И Бразилия Там есть Есть станция у них Мощная На реке Так вот Одна страна платит Другой Как бы Такую экологическую Неустойку За то что нарушает Да А нам никто ничего не платит Нет Даже речи нет А мы хотя бы заговаривали Об этом Ну хотя бы Давайте заплатить Да Заговаривали А что просили Знаете Какая сумма просили Или нет Какую сумму просили Слышали Нет Здесь не идет Сейчас Это Надо совместно Устанавливать Надо считать Утрату экосистемных Услов Частично уже сделано То есть мы предложили Методологию Конкретно Оценки этой Но естественно Для этого нужно Двоестороннее желание А вот вопрос Почему нас не слушают Украинцы Потому что Как бы у нас Нет рычагов давления На них Или потому что Мы маленькие Или мы слабые Мы плохие Переговорщики Все три Вещи Которые вы сказали Имеют место быть Вот Нам нужно Во-первых Внутри Нас Понять Что нам надо Более активно Дискутировать Чего мы хотим Во-вторых Конечно С установлением Этих правил Поезд В значительной мере Ушел Вот Сейчас мы должны Говорить Об изменении Этих правил Что еще сложнее Но с другой стороны Сам механизм Который устроен Межведомственная комиссия Которая в принципе Чисто украинская И Молдова там Играет роль В лучшем случае Одного из Департаментов Или министерств Украины То есть К ней опять же Могут прислушаться Могут и не прислушаться В принципе По отношению К Днестру Это не оптимальный вариант Так две стороны Как бы Между которыми Должны быть Равные отношения Равные права И так далее Не играют Да у нас есть Днестровская комиссия Это платформа Для диалога Этот диалог Там происходит Но На мой взгляд Должно быть И Изменено Я бы сказал Как сказать Ну Культура Взаимоотношений Потому что Если мы каждый раз Будем Относиться Украина Будет Относиться К Молдове Как Россия Относится К Украине Ну Как в случае Приблизительно Так же Ну За исключением Не брат За исключением Как бы Военных Да То Мы далеко Не уйдем В плане Сохранения Днестра Вот Вот так Вот Вы Вы много лет Занимаетесь Проблемами Днестра За это время Как изменился Днестр За последние 30 лет Вот его Экосистем Ну Во первых Значительно Уменьшилось Количество Видов Рыб Чего Нет Ну Нет Ну Возьмем Припомним Такие Flagship Species Как говорят То есть Те которые Показательные Чихонь Чихонь Да Когда я был Студентом Этой Рыбы Было Огромное Количество Я о ней Только слышала Сейчас Ее уже Не могут Найти Почему Потому что Происходит Лимнизация Днестра То есть Превращение Днестра В цепь Озер Будем говорить С характерной Фауной И флорой Да Вот Днестр В значительной Мере Заилился Тогда На байдарках Это было Сплошное Галечное Дно Теперь Это В основном Водоросли Даже не Водоросли А будем Говорить Высшая Водоростительность Она Покрывает Дно И мы Плывем И иногда Байдарка Проплыть Не может Из-за Этого Но Что это Означает Это значит Что Те виды Которые Любили Вот Эту Гальку Как раз Теперь Нет Так Чихонь Нет Кого еще Нет Да Всех Видов Которые Все виды Которые Представляют Какую-то Мудив Коммерческую Ценность Имеется Ввиду Их можно Кушать Они Крупные Они В значительной Мере Уменьшились В количестве И наоборот Появились Виды Которые Которые Малоценные Краткоцикличные То есть Они Там Маленькие Зато Очень Плодовитые И они Замещают Те Виды Которые Съедают Их еду Соответственно У нас Гораздо Меньше Того же Судака У нас Гораздо Меньше Предположим Там Ну Про Краснокнижных Виды Я уже Не говорю Линя Нет Предположим Нет Очень Мало Вот Потом Практически Голавль Подуст Все эти Виды Они Стали Достаточно Многочисленными Вот Те На которые В общем-то Ну Сазан Еще Есть Сазан Вот Толстолобик Довольно Много Но Это То Что Попало В результате Каких-то Аварий Из Прудов В основном Потому что Эти виды Не размножаются В Днестре Вот Очень Много Бычков Их Разнообразие Только Увеличивается Вот Но Опять же Они Только Мешают Ловить Рыбу Вот В общем Кардинальные Изменения А в перспективе Вообще Каким Станет Днестр То есть У нас Будет Просто У нас Череда Азер Каких-то С одной Стороны Там Будет Постепенно Уменьшаться Количество Воды А с другой Стороны Будет Происходить Продолжаться Этот процесс Уменьшения Количества Видов И Вот Вот Это Замена Тех Видов Которые Представляют Интерес Для Рыбаков На Те Виды Которые Малоценные Инвазивные В том Сто Вы Видели Что Сейчас В Кишинюве Да Я Вот Наша Река Бычок Я Не Разбираюсь В том Как Это Сделано Не Сделано Скорее Вы Можете Сказать Хорошо Ли Сделано Вот Эта Расчистка По крайней Мере Я Впервые Во-первых Мы Видим Не Только В момент Ливни Что Там Что Те Течет А во-вторых Я Даже Видела Мужчин С удочками Чего Я Не Помню Я Даже В детстве Своем Не Помню Этого Вообще Что Они Там Поймают И Стоит Лим Это Есть Ну Вы Знаете На самом Деле У нас Не Так Много Промышленности Работает Поэтому Если Что Плавает Пусть Ловят Но Качество Речки Зависит От Того Как Происходит Деятельность В бассейне То Если Там Очень Сильно Происходит Эрозия Почвы Смывается Значит Активно Происходит Заяление Если Много Используют Стиральных Порошков А так Оно И Причем Эти Стиральные Порошки Стекают В речку Это Тоже Негатив Вот Ну Я Не Могу Сказать Что Я Позитивно Отношусь К тому Что Случилось С Бычком Вот Этот План Это Все Так Искусственно В Не Покрывать Бетоном Вот Потому Что Летом Я Помещал Фотографии Которые Где Практически Все Покрыто Зелеными Водорослями То Это Освидетельство О Большом Органическом Загрязнении Определенная Очистка Происходит Конечно В Гитгиче То Есть Там Самоочистка Происходит Внутри Но Потом Все одно Прункулы И так далее Все это Продолжает Усиленно Загрязнять Люди Продолжают Мыть Машины Я Уверен Что Многие Стоки Нелегально Текут В этот Жиль Да Да Потом Притоки У Бычка Есть Они Тоже Приносят Всякую Гадость Вот И поэтому В целом Пока не могу Сказать Что что-то Улучшилось Недавно Подводили Итоги Первых Шести лет Плана Управления Молдавским Участком Бассейна Днестра Вот Ну и что Выявили Что ничего Не изменилось К лучшему Вот как бы То есть План Принят Кто Подводил Итоги Наше Правительство Или кто Нет Есть Такой Бассейновый Совет Дистрикта Днестра Дистрикт Это Молдавская Часть Будем Говорить Бассейна Реки Днестра Вот Ну и что Выяснилось Что ничего Практически Ну во-первых Многие мероприятия Запланированные Ну там Типа Сорок И так далее Они в реальности Не реализованы Вот Ну вы знаете Там канализация Просто напрямую Дошла Ну да Ну В принципе Сейчас деньги есть На то Чтобы реализовать Этот проект Все-таки До конца Вот Но До 25 Года Теперь план Был до 22 Вот Но Не одни Сороки Проблема в том Что и в Украине И в Молдове Практически Нет Очистных Сооружений Где бы Осуществлялась Полноценная Биологическая Очистка То есть Что-то там Оседает Физическая Очистка Будем говорить А что касается Биологической То есть Та же органика Вся поступает В Днестр Практически Вот это Плюс к этому Постоянно Люди все больше Используют Химиката В первую очередь Это детергенты Конечно Стирка Вот И все это дело К сожалению Поступает Плюс к этому Огромное количество В фармацевтике Поступает То есть Людям просто До сих пор Сейчас уже вроде Как-то решается Этот вопрос Но я не уверен Что как-то Люди Реально Когда Старые лекарства Старые лекарства На самом деле Они сохраняют Свои Будем говорить Основные свойства Вот Их выбрасывают Их выбрасывают Или в канализацию Или в мусор И так И так Они поступают Потом в воду Будь то Грунтовая вода Поверхностные воды И так далее Вот Вот это Очень большая проблема Потому что У нас Будем говорить Сегодня В любой рыбе Вы найдете Все эти Лекарственные вещества Особенно антибиотики Вы съедаете Эти антибиотики И у вас Потом организм Не реагирует На Микрофлора Организма Потом не реагирует Когда вам Это сильно надо Будь то Ковид Или будь то Любая другая Зараза Но Болезнь Но Не реагирует Ну тут Завтрацикл Да Вопрос Да Эти вещи Все Я пару лет назад Поднял этот вопрос А что можно делать Но все равно Мы едим Медикаменты Это правда Но мы едим Да Естественно Из нас Это дело Все равно Но все-таки Надо бороться С их количеством Потому что Сегодня Это количество Неимоверное И разнообразие Тоже неимоверное По поводу воды Несколько Ну наверное С десяток лет назад Я слышала о том Что наступит момент Когда вода Станет своей Новой валютой Мы к этому Идем В принципе Потому что Чем меньше воды В Днестре Тем больше Она загрязнена Потому что Все равно Стоки идут Примерно те же Только концентрация Только концентрация Больше Соответственно Разбавилась Галькой Все время Мы будем платить Больше за воду Потому что Будет дороже Ее очистить Качественно И все это Имеет Естественно Хорошо Другой вопрос Вот мы засадим Все лесами И у нас будет Много подземных Вот у нас будут Артезианские Это нас может Спасти Или тоже Мы лимитировали Артезианские Вряд ли В принципе У нас Грунтовые воды В значительной мере Зависят Не только От людей Действительно Вот что касается Азотное загрязнение Нитраты То что В конце Советского Союза Очень сильно По политическим Мотивам Педалировался Этот вопрос Что у нас Вода содержит Много минитратов И так далее Потому что В Советском Союзе Использовали Много удобрений И так далее Да 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 Это очень много Вот один ученый Из Вернее группа Небольшая В 95 году Из нашей Академии наук Провела исследование Как бы Вот количество Нитратов Причем они Исследовали Внутри села И за пределами Села Под теми Полями Где как раз Эти удобрения Использовались И оказалось Что да Под селом Действительно Много нитратов А там Их мало Почему А почему Потому что Здесь Выгребные ямы Не заизолированы И из них Все это поступает Скотина тоже На тот момент Была Короче говоря Но это исследование Хотя чрезвычайно ценное Оно не было популярным Потому что оно не соответствовало Официальной доктрине И сегодня этот парень Работает в Бразилии В университете Очень хорошую продукцию Научную дает И так далее Вот так вот И по поводу Альтернативной энергетики Насколько вы Оптимистично К ней относитесь Всякие там Тепловые насосы Тепло земли На мой взгляд Это очень хорошая штука Более того Популярность будет сейчас В силу понятных причин Стремительно расти Зачастую Это дорого Вот Но это может быть И не окупаемо Но при массовости Это может быть Гораздо дешевле Не обязательно Это должны быть Солнечные батареи Это могут быть Тепловые коллекторы И есть неправительственные Организации Которые это активно Продвигают И показывают Что это гораздо дешевле Чем Вот Можно скопить Под домом Предположим Если там Будут установлены Тенки с водой Очень много тепла Вот За счет того Что все лето Эту воду Подогревать И Если они будут Изолированы То потом Они очень помогают В период Зимний А кроме того Эти тенки А эти коллекторы Они в принципе Могут работать И зимой От солнца И они прекрасно Согревают Воду Которая может Циркулировать По дому То есть Для сельских Жителей Это очень хорошо Вот Но могут и сельские Здраво Люди не могут купить Такие технологии Это значит Государство должно Как-то помогать Наверное Дело в том Что одновременно Энергетические предприятия До сих пор Они не были Заинтересованы В альтернативной Энергетике И создавали Всяческие Препоны Искусственные Например У тебя есть Солнечные батареи Ты хочешь Их отдавать Продавать Кому-то Ты не веришь Правда Потому что Создавались Так множество Препонов Что Люди Махали Рукой И не хотели Давать взятки И так далее Потому что В сельской местности Как бы Это очень Помогло Да и везде В принципе Я не знаю Почему На наших Крупноблочных Бесконечных Хрущевках И так далее На крыше Не поставить Эти батареи Это тоже Было бы решение Бьются Нужно Быть водой То есть Там есть Тоже У нас Крыша И так Просто Протекает Если еще И мыть водой То Можно Речь идет о том Чтобы установить Эти установки Они не такие Тяжелые Чтобы Они пробивали Прямо Нет Я имею в виду Град Когда падает То есть Когда идет Случается Ну Они довольно Такие Крепкие Эти солнечные Батареи Они рассчитаны На эти вещи Ну ясно Если килограмм Упадет То нет А в принципе Да Ну Есть еще Масса Разных Хорошо Если бы у вас Была личная Возможность Что бы вы Сделали У себя Установили Я конечно Установил Коллекторы И солнечные Батареи Вот Это не Смертельно Дорого Поэтому Это Стоит Делать Ну как вы думаете Все таки Государство Должно Ли Как-то Помогать Конечно В первую очередь Государство Должно Помогать Это С точки зрения Без Безакцизного Ввоза Этих товаров Которые Направлены На эти вещи Вот И кроме того Наверное Кредитная Какая-то Система И плюс К этому Наверное Стоит Разрабатывать Какие-то Модели Такие Унифицированные Которые Не требуют Каких-то Больших Разрешений И так далее Вот Утверждать Их После этого Широко Внедрять Ну и наверное Информационное Это тоже Потому что Основное Это то Когда Говорят о пропаганде Говорят о политической На самом деле Есть пропаганда Здорового образа жизни Я согласен Энергоэффективности Вот И опять Та же Коррупция Потому что Например Те Во-первых Вот В Украине Например Есть Зеленый Тариф Так называемый То есть Энергия Полученная От Гидроэлектростанции В три раза Дороже Чем энергия Полученная Традиционным путем Вот На мой взгляд Это Как бы Во-первых Гидроэнергия Не является Не должна Являться Зеленой Потому что Она несет Множество Негатива Для экосистем А во-вторых Понятно Что В этом случае На Речках Малых рек В Карпатах Ставят Бесконечное Количество Малых ГЭС Которые На самом деле Превращают Эти реки Которые там Речки Которые там В трубы Соответственно Это не способствует Ни сохранению Карпат Какие они есть Ни развитию Туризма Вот Но в то же время Цена этой энергии Столь велика Что она стимулирует Этот бизнес Который на самом деле Является Де факто Коррупционным Он несет Больше вреда Чем пользы По поводу Еще одного Вреда Очень коротко Сколько Им досталось Пять минут Вот у нас Еще пять минут На то Чтобы обсудить Последствия Туризма Последствия Заповедных зон И может быть Знаете Я помню Была такая новость Что на определенных островах Где своя там Флора и фауна Они сохраняют Периодически Просто запрещают Туда ездить Туристам Для того Чтобы не стирали В предыдущие годы Когда началась пандемия Сейчас у нас Боевые действия Рядом идут Люди Изменили Свою траекторию Передвижения Стали больше передвигаться И у нас очень сильно Пострадала Костежская вода Хранилища И рядом Вот все Что там находится Пещеры Очень многое Как бы Просто было стерто В пыль И как бы Вот Красота Да Это подножное Она исчезла Как вы думаете Должно ли государство Еще и на это Обратить внимание И как-то перенаправлять Может быть Больше заняться Туризмом И говорить Ребят Давайте в этом году Вы сюда сходили Вот сюда не ходим Мне кажется Что Для этого Нужны Для охраняемых территорий Регламенты Планы управления На сегодняшний день Они не предусмотрены Даже для вот этих вот Ключевых Кодеры Там Плавил Фагу И так далее Сегодняшнее законодательство Толтеры вообще По-моему Нигде Они как-то не фигурируют Это У них ниже статус Но тем не менее Да Правильно Поэтому всем этим Надо заниматься Другое дело Что я говорю Что Даже Для Кодер Предположим Нет Плана управления Сегодня По-новому законодательству Наверное Будет Но пока Его нет Вот Все эти вещи Должны прописаны быть И более того Должны быть обсуждены И как-то Ну нельзя Прессинг большой Делать Туризма В силу двух причин Во-первых Это распугивание Местной фауны А во-вторых Не все люди Иногда и местное население Не все люди Ведут себя культурно Да Вот Это и мусор И желание Заготовить себе Какой-то сувенир Как вы говорите В пещерах Да Люди себя ведут Зачастую Даже не как пещерные люди Которые заботились В принципе Об этой пещере Как-то А как Те которые Никогда туда Больше не попадут Это большая проблема Согласен В общем да Я понимаю Что вопрос Понимаете Опять же У правительства Приоритеты Ну сейчас Они вообще У них в горящем режиме Во все времена Окружающая среда Была на последнем месте Это не исключение И сейчас С какой легкостью Решили вопрос По вырубке лесов Это характеризует И Наша министра Ушла На мой взгляд Вполне Справедливо Потому что Если ты не согласен И не можешь Что-то сделать Чтобы Твоя линия Продвигалась То Надо уйти И этим показать Что А она была За сохранить То есть она была Против вырубка Ну конечно Это внутри партийный вопрос Но Зная ее Я могу с уверенностью Сказать Что так и было Она не могла Такое поддержать А более На нее еще Повесили Эти рубки И этот сайт Лемнемд Вот Который конечно Немного дает Он только Там Не так много информации На самом деле Там все скукожено Кстати То же самое Мы видели Что Точно так же Министр Сельского хозяйства Я думаю Что это был Просто повод С другой стороны Они находятся Как загнанная кошка Где-то в углу Вот И Поэтому Принимают Зачастую Неправильные решения Спасибо вам большое За эту беседу Было интересно Необычно Я думаю Что Как-то Хотя В последнее время По-моему Зрители Механизма действия Привыкли К тому Что мы поднимаем Гораздо Более Редкие Для телевидения И в принципе Для молдавских СМИ На данный момент Тема Спасибо вам огромное За эту беседу Еще встретимся Да У вас есть наводка Обязательно Пригласим Еще людей Которые Хорошо разбираются В экологии В лесном Хозяйстве Это был Механизм действия Я Елена Левицкая Пахум Мы встретимся здесь На НТВ Молдова Через неделю Каждую субботу Как обычно Спасибо за субботу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok